Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Татьяна Ершова и Максим Арапов. Татьяна Юрьевна, Максим Олегович, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. И для начала я хотела, чтобы вы обозначили территории, где вы работаете. Татьяна, я уже начну с вас. Добрый вечер! Мой округ Советская 2Б и 32, улица Школьная, дома 81, 83, 85, 87, 89 и 55А. Максим Олегович, а у вас? У меня территория чуть больше, чем у Татьяны Юрьевны. Все адреса, к сожалению, назвать с домами не смогу. Это Заводская, Гаевская, Радиальная, Часть Медицинская, Заводская 24, ПЛК, 3 дома, Белокаменное шоссе, практически все, ЖК Видное, Деревня Табово, Дыдылдина, Колхозник 5 и Опаренки. Большая территория, действительно. Татьяна Юрьевна, давайте начнем с итогов работы. За период, практически уже год подходит к концу. Можете подвести уже итог? Да, конечно. Мы с Максимом сравнительно недавно, год и три месяца мы участвовали в довыборах в этот совет депутатов, в этот промежуток. И за это время сделано много. Много. Вообще, как вошли в работу, как жители, то есть сразу начались звонки, когда узнали, что вы теперь депутатная к территории? Да, работа в принципе не прекращалась никогда. Я не была всегда в работе в этой. Жители из прежних округов всегда звонили, встречались, приглашали на встречу, какие-то советы просили дать. Ну, а что можете выделить? Вы говорили по благоустройству, наверное, все-таки это основная часть, то, что требует поселение. Самая главная работа на моем округе, самая большая глобальная работа произведена на участке, где находятся дома Советская 2Б и улица Школьная 55А. Там комплексное благоустройство, замена асфальтового покрытия, вплоть до того, что дождевые воды сливались не в правильном направлении. Пришлось рассчитывать правильный сток воды, дорожки тротуарные, замена бордюров, тротуаров, сквер напротив дома 2Б тоже привели в порядок подъемы, ступеньки сделаны были, очень много работы было сделано. То есть это сквер, получается, за домом, да? Перед домом, перед домом, да. Перед домом. Между проезжей частью Советской улицы и домом 2Б. И там сквер есть. По времени сколько заняла работа? Работа была, ну, наверное, от 4, ну, месяцев 6 это было, да. Не знаю. Хорошо. Спасибо. Максим Олегович, что вы можете выделить вот за этот год? Самые проблемные темы? Ну, присоединяюсь, что проблема подводных вод, подводного течения рек, это и проблема из старого города, практически все подвалы у нас затапливает. У меня на Гаевской 6А, ну, это из Побед, которые сейчас уже за этот год случились, нас включили в программу капитального ремонта по фундаменту. Можете увидеть у меня в постах. Регулярно там встречались, постоянно сквозили стены и, честно говоря, была проблема с обрушением фундамента, честно говоря, боялись этого. Но сейчас уже, я надеюсь, это позади, мы немного его укрепили и ждем капремонта. Также и на Белокаменный дом 7 сейчас мы ждем экспертизу и уже, может быть, в следующем году примем бюджет или там по программе областной капремонт. Также мы дома будем ремонтировать. В принципе, мне по всем моим домам старого города необходимо эту процедуру сделать, потому что бьют ключи. Есть какое-то подводное течение, так как есть там новое строительство, идут коммуникации, возможно, какие-то подводные части они там нарушают. И ручьи все больше бьют в старый город, как говорится. Вода течет туда. Но я думаю, что мы все эти вопросы решим. Из глобального за этот год, я считаю, что это достижение, в принципе, всего округа, мы расселили общежитие на улице Гаевская. И также мы построили новую подстанцию скорой помощи вместо заброшенного динспансера, где у нас лазили дети. Это была проблемная зона еще с 17-го года, я этим занимаюсь. Поэтому это две такие серьезные победы. Но остальное все текущие вопросы, которые мы ежедневно решаем. И, наверное, жителям очень интересно, нашим телезрителям, где вы встречаетесь со своими избирателями. И где вообще, как? То есть это обязательно только можно вам позвонить? Или, может быть, вы где-то обозначаете, что будет встреча? То есть или они регулярные, раз в месяц? Ну, у нас на сайте администрации есть, во-первых, наши контакты. График, да, приема? Да, наш график приема, да. Но мне, например, больше нравятся живые встречи. Я практически каждую неделю выезжаю на свой округ, хожу около домов, около детских площадок, где народу больше собирается. Представляюсь, многие не знают, к сожалению, что у них даже есть депутат. Не то, что кто депутат, а то, что у них есть депутат. Люди даже об этом не знают. И вот при живой встрече намного интереснее знать проблемы, кого что волнует, интересует, какие хотели бы они видеть программы там у себя в доме, что их устраивает, что нет. То есть вот была такая проблема с выгулом собак. То есть как-то вы относились к этой территории уже? То есть, по-моему, там какая-то смежная у вас территория была. Да, это мы с коллегами. Эта программа была еще до того, как мы вступили, стали депутатами. Это общественная палата принимала участие, коллеги-депутаты. Но сейчас эта собачья площадка, она как раз находится на территории моего округа. Она на балансе у администрации. И люди очень довольны. Около этой детской площадки также есть зона, где встречаются не только люди, у которых есть животные, но и просто жители. Мы вот там, кстати, на этом месте мы встречаемся. И было очень такое знаковое событие, когда благоустраивали территорию вокруг этой площадки. Вдруг получилось так, что благоустройство проходило, и хотели спилить, удалить дуб. А он вековой. И вот жители попросили, обратились, и мы все вместе отстояли этот вековой дуб. У нас даже теперь мы встречаемся и часто вспоминаем это, как было, какие были обращения. Ну, в общем, дуб спасен. Максим Аглич, а вы можете выделить, какие истории, такие вот уже запоминающиеся, ну, вот от встреч, то есть, какие вопросы были решены вот в ходе этих встреч? Текущие вопросы решаются в достаточно быстрой, крокосрочной перспективе. У нас остановка на Гаевской была, мы вот практически полгода обещали, и все-таки выполнили перед собой этот наказ, перед жителями. Поставили лежачие полицейские на улице 12 А, Гаевская. Там была проблема, что из-за поворота машины достаточно быстро выезжали, ну, и, соответственно, рядом были детские площадки. И это уже необходимо было и требовалось это ставить. Также у нас проводилась опиловка по городу этим летом, да и практически до поздней осени. Мы опиливали деревья по наказам жителей, потому что, сами понимаете, что округ исторически тоже старый. Да, старая часть города. Да, старая часть города, да, есть и плодовые деревья, то, что вы можете не увидеть в новых частях. А у нас груша, яблони, все растет, все цветет и пахнет, и их необходимо и опиливать, и убирать. И с уборкой мы решили вопрос, потому что, когда все это свело и, соответственно, падало, приходилось практически в ручном режиме вызванивать благоустройство для того, чтобы мы собирали, так как шел такой достаточно запах, озабродивший уже. Может быть, кому-то это было, ну, и, может, это кому-то и нравилось, но жители просили все-таки это убирать. То есть, установка козырьков, ну, достаточно много работы проводится, вот, просто в текущей работе депутата. Ее много, она интересная, порой сложная. Вот, иногда она бывает долгосрочно перспективная, то есть, это не все решается тут и сейчас. Так же, как и Татьяна Юрьевна, я провожу встречи с жителями оперативно на территории. То есть, ну, мы контактные, мы выезжаем, стараемся все решить вопросы по благоустройству, уборке, там, ремонту подъездов. Ну, то, что волнует, интересует жителей, сразу на территории разбирая их. Если есть возможность решить здесь, сейчас, мы это решаем. Если это долгосрочную повестку, в любом случае не оставляем этот вопрос и решаем его в долгосрочной перспективе, там, с принятием бешета. Ну, и, соответственно, что должен делать депутат, так это, ну, сопровождать этот вопрос до того момента, пока он не решится. Все это делается и вся эта работа производится. В основном всегда на связи со старшими по домам, да? То есть, наверное, через них как-то уже узнаете, что волнует. Ну, и с обычными жителями, со старшими, с инициативной группой, давайте так ее называть. Те, кто, да, они, в принципе, нас искать не нужно, у нас есть социальные сети, мы их ведем активно. Есть адреса, электронная почта, телефон на сайте администрации. Некоторые люди пишут в социальных сетях, и мы прямо на следующий день с ними связываемся и выезжаем, смотрим, что, как. То есть, все решается достаточно оперативно. Нас искать не нужно. Давайте немножко поговорим по благотворительным акциям, да? Вы принимали активное участие в последнее время, проходила неделя доброты и щедрости. Действительно, проходила неделя доброты и щедрости. Мы активно принимаем в этом участие. Мы принимаем в этом участие откровенно, как депутаты и как предприниматели. Ну, как оно есть. Также мы являемся членами торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленная палата, в принципе, всегда принимает участие во всех акциях, которые направлены на помощь и социально значимые проекты округа. Потому что для нас это важно, чтобы все наши жители были правильно и социально защищены, и ни в чем они все-таки не нуждались. Вот. Значит, в доброты и щедрости у нас приняло участие достаточно большое количество человек. Были организованы мастер-классы. На примере Арктики они провели мастер-класс по физической подготовке детям-инвалидов. Также другие члены палаты, кто мог оказать такую помощь, они в этом принимали участие. Мы, как депутаты, соответственно, с каждым годом мы принимаем участие в благотворительной картине щедрости, которая проводится в гипермаркетах нашего округа. Ну, а так, как депутаты, я, собственно, сказал, как торгово-промышленная палата мы, наверное, принимаем участие чуть больше. Но не в обиду. Татьяна Юрьевна, а вот развлекательные мероприятия вы устраиваете, например, для юных жителей? Ну, да, конечно, устраиваем. Первому сентября, в летнее время, конечно, стараемся жителей сплотить, чтобы все вышли на этот праздник, познакомились, увиделись. Приглашаем наши организации, приглашаем клоунов. То есть в течение лета, скорее всего, да? Да, в основном летом. То есть это достаточно часто. Да, да. Ну, или каким-то таким крупным праздником, да, приурочным. Да. Максим Олегович, а у вас там что-то в старом городе, как вообще активно жители приходят на такие развлекательные праздники? Да, да, мы проводим мероприятия сейчас, ну, понятно, что мы сейчас готовимся все к Новому году. И у нас сейчас будет мероприятие «Елка ТПП», которого мы чуть позже анонсируем, какого числа она будет. Мы будем эти билеты, это как благотворительность, раздавать всем жителям округа. Вот, в первую очередь, раздадим детям выносужащих, так как мы поддерживаем спецоперацию и как можем, помогаем тем детям, которые сейчас пока остались только с матерями. Вот, также мы будем проводить мероприятия на улице. В старом городе выходят дети, вот, на Гаевской, на Заводской у нас проходит мероприятие «Твори добро». Да, есть ли какие-то площадки, как вот можно узнать, где будут проходить? Мы в основном проводим это во дворах, и оповещение идет, ну, в чатах домов жителей, ну, еще за несколько дней мы оповещаем, там, какой-то информацией на двери, что у нас будет объявление. Объявление, да. Где будет проходить, да, для места? Да, да, да. Ну, может быть, скажете, уже известно, где будут проходить какие-то вот новогодние каникулы перед разниками? Ну, еще пока мы это не анонсируемся. Еще пока не определились. Нет, 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 мы уже как бы с коллегами собираемся, но еще пока дату не утвердили, все-таки нужно будет подстраиваться, чтобы и жители были, и чтобы это было удобно. Ну, и погодные условия, чтобы позволяли, чтобы жители все-таки вышли. Ну, и в течение новогодних каникул, скорее всего, тоже наверняка что-то придумаете интересное. Да, поздравим всех жителей города Видное с новогодними праздниками. Хорошо, ну, давайте перейдем уже к планам на будущее. Что-то уже, есть какие-то задачи такие глобальные, что нужно обязательно сделать в следующем году? Татьяна Юрьевна, как думаете? Да, есть задача, самая главная, наверное, это на моем округе, я скажу, это по 81-му дому улица школьная, это утепление дома и замена фасадов. Но мы в активной работе, я думаю, что в следующем году уже должны приступить к реализации этого вопроса. Ну, достаточно такая сложная, я думаю, тема, да, то есть долго достаточно, я думаю, будет это все решаться. Да, капитальный ремонт у нас вот в одном доме на солнечном микрорайоне, дом 6, заканчивается уже, все подъезды отремонтированы. И капитальный ремонт планируем начать на солнечный дом 5 в следующем году. Это вот из самого такого большого, большой работы. А так работа ведется ежедневно, работаем. Спасибо. Максим Олегович. Ну, начнем со старой части города. У нас там капитальный ремонт, который нас объединил с жителями, в поры бы все-таки его закончить. Я бы очень хотел, чтобы это все-таки закончилось в этом году и не переносить это на долгосрочную перспективу на следующий год. Но капремонт – это вот прям заветное желание, которое мы бы с жителями очень хотели, чтобы все-таки сбылось. Многие наказы уже выполнены, как я говорил, и больница, станция скорой помощи, и общежитие. Но есть еще задачи, которые необходимо решать. Это как водонапорная башня, с которой нужно принимать какое-то решение. Наверное, я бы загадал на следующий год, чтобы эта проблема решилась в пользу, естественно, жителей. Чтобы нам вернули нашу водонапорную башню. Что касается новых микрорайонов, там ЖК «Видное», там мы бы очень хотели, я внес в проект бюджета. Спортивную площадку у нас там в принципе нету, никаких спортивных объектов. К сожалению, дети играют между машинами. Мы этим вопросом уже в течение года, как я депутат, занимаемся достаточно плотно. Что касается деревень, Таблово, Колхозник 5, Дедылдина, там необходимо наводить дорожную сеть. Необходимы новые дороги в Таблово и в Дедылдина, необходима детская площадка. И также мы запланировали, сейчас обсуждаем, если все-таки получится. У нас идет строительство новой дороги, которая затронула по сути весь округ. Она проходит также и через меня, через мой округ, через Дедылдина. И мы бы очень хотели, чтобы все-таки пешеходная часть от купелинки до Дедылдина была в проекте этой дороги. Потому что это была бы связующая артерия между частным сектором и многоэтажной застройкой. Так как у нас в Дедылдина находится Ильинская церковь, куда в принципе местные жители ходят и посещают ее достаточно часто. Им приходится проходить через тропы народные. Вот иногда это небезопасно. Ну и также частный сектор Дедылдина. Дети, они ходят в школы на купелинку. Им приходится делать огромный круг, доходить до станции. Хотя в принципе в пешей доступности это видимо, это обозримо. Поэтому проблем много, будем решать. Будете решать, да? Но есть возможности, да? То есть вы это уже все рассмотрели, это уже в вашем проекте. То есть все это довести? Мы... Я написал депутатский запрос, и мы сопровождаем этот проект. Не хочу загадывать, но все находится в ручном режиме. Откровенно. Спасибо большое, Максим Олегович, Татьяна Юрьевна. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Максим Арапов и Татьяна Ершова. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин